В марте 2014 года Российская Федерация пополнилась двумя новыми субъектами в своем составе. Жители Крыма и Севастополя единодушно решили, что им не по пути с остальной Украиной, избравшей путь евроинтеграции после февральского Майдана. Позиция Кремля по крымскому вопросу состоит в том, что он закрыт окончательно и бесповоротно. Однако украинские патриоты и политические силы всех мастей в Киеве годами вынашивают планы возвращения непослушного полуострова в состав Незалежный. Основные надежды Украина связывает с НАТО. На проходящем в настоящее время в Брюсселе саммите Альянса было высказано требование к России вывести свои войска из Грузии, Приднестровья и Востока Украины, мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета Украины, Грузии и Республики Молдова в рамках их международно признанных границ. Ни угроз, ни ультиматумов. Сами все сами. Бывший украинский премьер-министр Юлия Тимошенко сделала примечательное заявление, нам нужен мир, и этого мира надо достигать дипломатическим путем на базе Будапештского меморандума и созданием в Украине мощной, вооруженной армии, способной защитить границы и прекратить войну. Женщина с косой явно делает ставку на военную силу как способ решения территориального спора с Россией. Действительно, по сравнению с 2014 годом довольно многочисленная армия в незалежной появилась. Благодаря американским и натовским инструкторам в ней стало больше порядка, появились современные вооружения, улучшилось снабжение. Тем не менее, общий уровень ее боеспособности недостаточен для полномасштабной войны с Российской Федерацией. Еще хуже ситуация с украинским военно-морским флотом, который попросту отсутствует. По словам украинских же военных функционеров, на море в МВУ может показать россиянам только фигу. Но даже если бы ВСУ были по-настоящему боеспособны, сложно представить их вторжение в Крым по одной простой причине. Александр Турчинов признавал, что война России не была объявлена, поскольку потенциальный противник обладает вторым по величине в мире ядерным арсеналом. Напомним, что доставшийся по наследству от СССР свой арсенал Я-Украина ликвидировала согласно Будапешковой меморандуму. Очень примечательное обращение Юлии Тимошенко к этому международному документу. Дело в том, что технические возможности Украины гипотетически позволяют ей воссоздать ядерное оружие и по большому счету, для этого нужен только серьезный предлог. После распада Советского Союза украинский ядерный арсенал был третьим по величине на планете, и на Украине об этом помнит. Женщина с косой тонко намекает, раз гаранты соглашения не исполнили свои обязательства и по сей день в НАТО не принимают, то, возможно, украинской армии может понадобиться мощный аргумент. Конечно, маловероятно, что Запад позволит Киеву воссоздать свой ядерный арсенал, но украинская сторона явно будет в той или иной форме постоянно возвращаться к этой теме.